Чтобы избиратели знали о кандидатах не только официальную информацию, участники президентской кампании идут в народ сами и готовят агитационные материалы. Вот в штабе Ксении Собчак верстают макет газеты. В мозговом штурме Собчак участвует дистанционно. Чтобы отправить тираж в печать, газету нужно утвердить в избиркоме. Там сегодня как раз занимались тем, что определяли, что будет написано на информационном плакате о каждом из восьми кандидатов. Свидения, в том числе и о доходах, и о финансовых активах. Озвучивая все эти данные, зампредседателя ЦИК Булаев сегодня снова был вынужден вспомнить историю про зарубежные счета кандидата Грудинина. В Центральной избирательной комиссии есть письма двух вариантов. Первое письмо, почему человек, имеющий зарубежные счета, до сих пор участвует в избирательной кампании. И второе письмо, прекратите нападки на Павла Николаевича. Федеральная налоговая служба информирует нас о том, что у Павла Николаевича есть два счета дополнительных в банках Швейцарии, о которых он уведомлял о наличии Федеральной налоговой службы. И также он послал уведомление 2 февраля 2018 года через личный кабинет о том, что он эти счета закрыл. Есть одно маленькое обстоятельство, что Центральная избирательная комиссия об этих счетах не информирована. Также Центральная избирательная комиссия, естественно, не была информирована об остатках денежных средств на 1 декабря 2017 года. Мы до сих пор такой информации не имеем. История со счетами Грудинина тянется еще с декабря. Сначала он вообще не указал заграничные счета в январе, подтвердил их отсутствие. Затем сообщил о наличии пяти, которые вроде как закрыл. Потом выяснилось, что есть еще и швейцарские счета. 2 февраля по этому поводу кандидат Грудинин уже давал объяснение в Центризбиркоме. И рассказал, что счета закрыты и подтверждающие это документы у него есть. И он их обязательно занесет. Но прошло ровно 10 дней, а в Центризбиркоме все еще продолжают ждать. Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич, как уважаемый кандидат, зарегистрированный. И нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании. Проявит максимальное уважение к более чем 100 миллионов избирателей. И максимально быстро, если есть необходимость скорректировать эту информацию, предоставит нам данные, как он и обещал в своем заведении, о том, что счета закрыты. Передать эти документы сегодня кандидат от КПРФ лично не мог. Встречался с избирателями на Алтае. Сначала надо наполнить бюджет. И прежде всего надо положить конец коррупции и растащиловки в нашей стране. Ну мы же самая богатая страна. А это уже пресс-конференция для местных журналистов. Их, впрочем, больше интересовали последние новости про судебные процессы и землю совхоза имени Ленина. Что касается пайщиков, в совхозе Ленина никогда не было паёв. У нас были акционерные... С 95-го года мы акционерное общество, и вся земля до 95-го года, с 91-го по 95-й год была в коллективно-совместной собственности, а потом перешла в уставной капитал. Это подтверждено всеми судами, вплоть до Верховного. Как это не пайщики? Во всей стране были пайщики. Была реорганизация сельхозпредприятий в акционерное общество. Были паи, были пайщики. Они утверждают, что не пайщики. Ведь два свидетельства выписаны были по суду. То есть у нас были два свидетельства выданы на руки. 417 свидетельств приносили сюда в суд.